Действие второе. Декорация первого акта. Восемь часов вечера. За сценой на улице едва слышно играют на гармонике. Нет огня. Входит Наталья Ивановна в капоте со свечой. Она идет и останавливается у двери, которые ведет в комнату Андрея. Наташа. Ты, Андрюша, что делаешь? Читаешь? Ничего, и я так только. Идет, отворяет другую дверь и, заглянув в нее, затворяет. Огня нет ли? Андрей входит с книгой в руке. Ты что, Наташа? Смотрю, огня нет ли? Теперь масленица, прислуга сама не своя. Гляди да и гляди, чтобы чего не вышло. Вчера в полночь прохожу через столовую, а там свеча горит. Кто зажег, так и не добилась толку. Ставит свечу. Который час? Андрей, взглянув на часы. Девятого четверть. А Ольги и Ирины до сих пор еще нет. Не пришли. Все трудятся, бедняжки. Ольга на педагогическом совете, Ирина на телеграфе вздыхает. Сегодня утром, говорю твоей сестре, побереги, говорю себя, Ирина, голубчик. И не слушает. Четверть девятого, говоришь? Я боюсь, Бобик наш совсем не здоров. Отчего он холодный такой? Вчера у него был жар, а сегодня холодный весь. Я так боюсь. Ничего, Наташа. Мальчик здоров. Но все-таки лучше пускай диета. Я боюсь. И сегодня в десятом часу, говорили, ряженые у нас будут. Лучше бы они не приходили, Андрюша. Браво, я не знаю. Их ведь звали. Сегодня мальчишечка проснулся утром и глядит на меня. И вдруг улыбнулся. Значит, узнал. Бобик, говорю. Здравствуй, здравствуй, милый. А он смеется. Дети понимают, отлично понимают. Так значит, Андрюша, я скажу, чтобы ряженых не принимали. Андрей нерешительно. Да ведь это как сестры. Они тут хозяйки. И они тоже. Я им скажу. Они добрые. Идет. К ужину я велела простокваши. Доктор говорит, тебе нужно одну простоквашу есть. Иначе не похудеешь. Останавливается. Бобик холодный. Я боюсь, ему холодно в его комнате, пожалуй. Надо бы хоть до теплой погоды поместить его в другой комнате. Например, у Ирины комната как раз для ребенка. И сухо. И целый день солнце. Надо ей сказать. Она пока может с Ольгой в одной комнате. Все равно днем дома не бывает, только ночует. Пауза. Андрюшанчик, отчего ты молчишь? Так задумался. Да и нечего говорить. Да что-то я хотела тебе сказать. Ах да, там из управы Ферапонт пришел. Тебя спрашивает. Андрей зевает. Эх, позови его. Наташа уходит. Андрей, нагнувшись к забытой, ею свече читает книгу. Входит Ферапонт сон в старом трепанном пальто с поднятым воротником. Уши повязаны. Здравствуй, душа моя. Что скажешь? Ферапонт. Председатель прислал книжку и бумагу какую-то. Ферапонт. Подает книгу и пакет. Ферапонт. 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 Отчего же ты пришел так не рано? Ведь девятый час уже. Чего? Я говорю, поздно пришел, уже девятый час. Так точно. Я пришел к вам, еще светло было. Да, не пускали все. Барин, говорят, занят. Ну что ж, занят так занят, спешить мне некуда. Думаю, что Андрей спрашивает его о чем-то. Чего? Ничего. Рассматривая книгу. Завтра пятница, у нас нет присутствия. Но я все равно приду. Займусь. Дома скучно. Пауза. Милый дед, как странно меняется, как обманывает жизнь. Сегодня от скуки, от нечего делать, я взял в руки вот эту. Книгу. Старые университетские лекции. И мне стало смешно. Боже мой. Я секретарь земской управы. Той управы, где председательствует Протопопов. Я секретарь. И самое большее, на что я могу надеяться, это быть членом земской управы. Мне быть членом здешней земской управы. Мне, которому снится каждую ночь, что я профессор Московского университета, знаменитый ученый, которым гордится русская земля. Не могу знать. Слышишь что-то плохо? Если бы ты слышал как следует, то я, быть может, и не говорил бы с тобой. Мне нужно говорить с кем-нибудь, а жена меня не понимает. Сестер, я боюсь почему-то. Боюсь, что они засмеют меня, застыдят. Я не пью, трактиров не люблю, но с каким удовольствием я посидел бы теперь в Москве у Тестова или в Большом Московском, голубчик мой. А в Москве в управе давеча рассказывал подрядчик, какие-то купцы ели блины. Один, который съел сорок блинов, будто помер. Не то сорок, не то пятьдесят. Не упомню. Сидишь в Москве, в громадной зале ресторана, никого не знаешь, и тебя никто не знает. И в то же время не чувствуешь себя чужим. А здесь ты все знаешь, и тебя все знают. Но чужой, чужой, чужой и одинокий. Чего? Пауза. И тут же подрядчик сказывал, может и врет, будто поперек всей Москвы канат протянут. Для чего? Не могу знать. Подрядчик говорил. Чепуха. Читает книгу. Ты был когда-нибудь в Москве? Ферапонт. После паузы. А не был. Не привел Бог. Пауза. Мне идти? Можешь идти. Будь здоров. Читая. Завтра утром придешь, возьмешь тут бумаги. Ступай. Пауза. Он ушел. Звонок. Да дела. Потягивается и не спеша уходит к себе. За сценой поет нянька, укачивая ребенка. Входят Маша и Вершинин. Пока они беседуют, горничная зажигает лампу и свечи. Маша. Не знаю. Пауза. Конечно, много значит привычка. После смерти отца, например, мы долго не могли привыкнуть к тому, что у нас уже нет денщиков. Но и помимо привычки, мне кажется, говорит во мне просто справедливость. Может быть, в других местах и не так, но в нашем городе самые порядочные, самые благородные, воспитанные люди – это военные. Вершинин. Мне пить хочется. Я бы выпил чаю. Маша, всклинув на часы. Скоро дадут. Меня выдали замуж, когда мне было 18 лет. И я своего мужа боялась, потому что он был учителем. А я тогда едва кончила курс. Он казался мне тогда ужасно ученым, умным и важным. А теперь уж не то, к сожалению. Так, да. Про мужа я не говорю. К нему я привыкла. Но между штатскими вообще так много людей грубых, нелюбезных, невоспитанных. Меня волнует, оскорбляет грубость. И я страдаю, когда вижу, что человек недостаточно тонок, недостаточно мягок, любезен. Когда мне случается быть среди учителей, товарищей мужа, то я просто страдаю. Да, но мне кажется, все равно, что штатский, что военный одинаково неинтересно. По крайней мере, в этом городе. Все равно. Если послушать здешнего интеллигента, штатского или военного, то с женой он замучился, с домом замучился, с семейным замучился, с лошадьми замучился. Русскому человеку в высшей степени свойственен возвышенный образ мыслей. Но скажите, почему в жизни он хватает так невысоко? Почему? Почему? Почему он с детьми замучился, с женой замучился? А почему жена и дети с ним замучились? Вы сегодня немножко не в духе? Может быть. Я сегодня не обедал, ничего не ел с утром. У меня дочь больна немножко, а когда болеют мои девочки, то мною обладевают тревогой, меня мучить совесть за то, что у них такая мать. О, если бы вы видели ее сегодня! Что за ничтожество! Мы начали брониться с семи часов утра, а в девять я хлопнул дверь и ушел. Пауза. Я никогда не говорю об этом, и странно. Жалуюсь только вам одной. Целует руку. Не сердитесь на меня. Кроме вас одной у меня нет никого. Никого. Пауза. Какой шум в печке. У нас незадолго до смерти отца гудело в трубе. Вот точно так. Вы с предрассудками? Да. Странно это. Целует руку. Вы великолепная. Чудная женщина. Великолепная. Чудная. Здесь темно, но я вижу блеск ваших глаз. Маша садится на другой стул. Здесь светлей. Я люблю. 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 Люблю ваши глаза. Ваши движения, которые мне снятся. Великолепная. Чудная женщина. Маша, тихо смеясь. Когда вы говорите со мной так, то я почему-то смеюсь, хотя мне страшно. Не повторяйте, прошу вас. В полголоса. А впрочем, говорите, мне все равно. Закрывают лицо руками. Мне все равно. Сюда идут. Говорите о чем-нибудь другом. Ирина и Тузенбах входят через залу. Тузенбах. У меня тройная фамилия. Меня зовут барон Тузенбах Кроне Альтшауэр. Но я русский, православный, как вы. Немецкого у меня осталось мало. Разве только терпеливость, упрямство, с какой я надоедаю вам. Я провожаю вас каждый вечер. Ирина. Как я устала. Как я устала. И каждый день буду приходить на телеграф и провожать вас домой. Буду 10-20 лет, пока вы не прогоните. Увидев Машу и Вершинина радостно. Это вы? Здравствуйте. Ирина. Вот я и дома, наконец. Маша. Сейчас приходит одна дама телеграфировать своему брату Саратов, что у ней сегодня сын умер и никак не может вспомнить адреса. Так и послала бы без адреса. Просто в Саратов. Плачет. И я ей нагрубила ни с того ни с сего. Мне, говорю, некогда. Так глупо вышло. Сегодня у нас ряженые? Маша. Да. Ирина садится в кресло. Отдохнуть. Устала. Тузенбах с улыбкой. Когда вы приходите с должности, то кажетесь такой молоденькой, несчастненькой. Пауза. Ирина. Устала. Нет, не люблю я телеграфа. Не люблю. Маша. Ты похудела. Нацвистывает. И помолодела, и на мальчишку стало похоже лицом. Тузенбах. Это от прически. Надо поискать другую должность. А это не по мне. Чего я так хотел, о чем мечтала, того-то в ней именно и нет. Труд без поэзии, без мыслей. Стук в пол. Доктор стучит. Тузенбаху. Милый, постучите. Я не могу. Устала. Тузенбах стучит в пол. Сейчас придет. Надо бы принять какие-нибудь меры. Вчера доктор и наш Андрей были в клубе и опять проигрались. Говорят, Андрей 200 рублей проиграл. Маша равнодушна. Что ж теперь делать? Ирина. Две недели назад проиграл. В декабре проиграл. Скорее бы все проиграл. Быть может, уехали бы из этого города. Господи боже мой, мне Москва снится каждую ночь. Я совсем как помешанная. Смеется. Мы переезжаем туда в июне, а до июня осталось еще февраль, март, апрель, май. Почти полгода. Маша. Надо только, чтобы Наташа не узнала как-нибудь о проигрыше. Ей, я думаю, все равно. Чебутыкин только что вставший из постели. Он отдыхал после обеда, входит в залу и причесывает бороду. Потом садится за стол и вынимает из кармана газету. Маша. Вот, пришел. Он заплатил за квартиру? Ирина смеется. Ха-ха, нет. За восемь месяцев ни копеечки. Очевидно, забыл. Маша. Смеется. Ха, как он важно сидит. Все смеются. Пауза. Ирина. Что вы молчите, Александр Игнатьевич? Вершинин. Не знаю. Чаю хочется. Полшись не за стакан чаю. С утра ничего не ел. Чебутыкин. Ирина Сергеевна. Что вам? Велей, Иси. Пожалуйте сюда. С французского. Ирина идет и садится за стол. Я без вас не могу. Ирина раскладывает пасян. Вершинин. Что ж, если не дают чаю, то давайте хоть повилософствуем. Тузенбах. Давайте. О чем? О чем? Давайте помечтаем. Например, о той жизни, какая будет после нас. Лет через двести, триста. Тузенбах. Что ж, после нас будут летать на воздушных шарах. Изменятся пиджаки, откроют, быть может, шестое чувство и разовьют его. Но жизнь останется все та же. Жизнь трудная, полная тайны, счастливая. И через тысячу лет человек будет так же вздыхать. Ах, тяжко жить. Вместе с тем точно так же, как теперь он будет бояться и не хотеть смерти. Вершинин. Подумав. Как вам сказать? Мне кажется, все на земле должно измениться мало-помалу и уже меняется на наших глазах. Через двести, триста, наконец, тысячу лет. Дело не в сроке. Настанет новая, счастливая жизнь. Участвовать в этой жизни мы не будем, конечно, но мы для нее живем теперь. Работаем. Ну, страдаем. Мы творим ее. И в этом одном цель нашего бытия. И если хотите, наше счастье. Маша тихо смеется. Тузенбах. Что вы? Маша. Не знаю. Сегодня весь день смеюсь с утра. Вершинин. Я кончил там же, где и вы в академии я не был. Читаю я много, но выбирать книг не умею. И читаю, быть может, совсем не то, что нужно. А между тем, чем больше живу, тем больше хочу знать. Мои волосы седеют, я почти старик уже, но знаю мало. Ах, как мало. Но все же мне хочется. Самое главное и настоящее я знаю, крепко знаю. И как бы мне хотелось доказать вам, что счастья нет, не должно быть и не будет для нас. Мы должны только работать и работать. А счастье это удел наших далеких потомков. Пауза. Не я так хоть потомки. Потомков моих. Федотик и Раде показываются в сале. Они садятся и напевают тихо, наигрывая на гитаре. Тузенбах. По-вашему, даже не мечтать о счастье? Но если я счастлив. Вершинин. Нет. Тузенбах, всплеснув руками и спиясь. Ха, очевидно, мы не понимаем друг друга. Ну, как мне убедить вас? Маша тихо смеется, показывая ей палец. Смейтесь, Вершинину. Не то, что через 200 или 300, но и через миллион лет жизнь останется такой же, как и была. Она не меняется, остается постоянную, следуя своим собственным законам, до которых вам нет дела или, по крайней мере, которых вы никогда не узнайте. Перелеты птицы, журавли, например, летят и летят. И какие бы мысли, высокие или малые, не бродили в их головах, все же будут лететь и не знать, зачем и куда. Они летят и будут лететь, какие бы философы не завелись среди них. И пускай философствуют, как хотят, лишь бы летели. Маша. А все-таки смысл? Тузенбах. Смысл? Вот снег идет. Какой смысл? Пауза. Маша. Мне кажется, человек должен быть верующим или должен искать веру, иначе жизнь его пуста, пуста. Жить и не знать, для чего журавли летят, для чего дети родятся, для чего звезды на небе, или знать, для чего живешь, или же все пустяки, трынь-трава. Пауза. Вершинин. Все-таки жалко, что молодость прошла. Маша. У Гоголя сказано, скучно жить на этом свете, господа. Тузенбах. А я скажу, трудно с вами спорить, господа. Ну, вас совсем. Чебутыкин, читай газету. Бальзарь квинчался в Бердичеве. Ирина напевает тихо. Даже запишу себе это в книжку. Записывает. Бальзарь квинчался в Бердичеве. Читает газету. Ирина раскладывает пассиан задумчиво. Бальзарь квинчался в Бердичеве. Тузенбах. Жребий брошен. Вы знаете, Мария Сергеевна, я подал в отставку. Маша. Слышала. Я ничего не вижу в этом хорошего. Не люблю я штатских. Тузенбах. Все равно. Встает. Я некрасив. Какой я военный? Ну, да все равно. Впрочем, буду работать. Хоть один день в моей жизни поработать так, чтобы прийти вечером домой, в утомлении повалиться в постель и уснуть дочери же, уходя в зал. Рабочие должны быть спят крепко. Федотик Ирине. Сейчас на Московской у Пыжикова купил для вас цветных карандашей и вот этот ножичек. Ирина. Вы привыкли обращаться со мной как с маленькой. Но ведь я уже выросла. Берет карандаши и ножичек радостно. Какая прелесть. А для тебя я купил ножик. Вот поглядите. Нож. Еще другой нож. Третий. Это в ушах ковырять. Это ножички. Это ногти чистить. Раде громко. Доктор, сколько вам лет? Чебудыкин. Мне? Тридцать два. Смех. Федотик. Я сейчас покажу вам другой пасянц. Раскладывает пасянц. Подают самовар. Анфиса около самовара. Немного погодя, приходит Наташа. И тоже суетится около стола. Приходит соленый. И поздоровавшись, садится за стол. Вершинин. Однако, какой ветер. Маша. Да, надоела зима. Я уже и забыла, какое лето. Ирина. Выйдет пасянц, я вижу. Будем в Москве. Федотик. Нет, не выйдет. Видите? Осьмерка легла на двойку. Пик. Смеется. Значит, вы не будете в Москве. Чебудыгин читает газету. Сыцикар. Здесь свирепствует оспа. Анфиса, подходя к Маше. Маша, и чай кушать, матушка. Вершинину. Пожалуйте вашу высокоблагородие. Простите, батюшка. Забыл имя, отчество. Маша. Принеси сюда, няня. Туда не пойду. Ирина. Няня. Анфиса. Иду. Иду. Наташа. Соленому. Грудные дети прекрасно понимают. Здравствуй, говорю, Бобик. Здравствуй, милый. Он склянул на меня как-то особенно. Вы думаете, во мне говорит только мать? Но нет, нет. Уверяю вас. Это необыкновенный ребенок. Соленый. Если бы этот ребенок был мой, то я и жарил бы его на сковородке и съел бы. Идет со стаканом в гостиную и садится в угол. Наташа, закрыв лицо руками. Крубы. Невоспитанный человек. Маша. Счастлив тот, кто не замечает, лето теперь или зима. Мне кажется, если бы я была в Москве, то относилась бы равнодушно к погоде. Вершинин. На днях я читал дневник одного французского министра, писанный в тюрьме. Министр был осужден за Панаму. С каким упоением, восторгом упоминает он о птицах, которых видят в тюремном окне и которых не замечал раньше, когда был министром. Теперь, конечно, когда он выпущен на свободу, он уже по-прежнему не замечает птиц. Так же и вы не будете замечать Москвы, когда будете жить в ней. Счастья у нас и нет, и не бывает. Мы только желаем его. Тузенбах берет со стола коробку. Где же конфеты? Ирина. Соленый съел. Тузенбах. Все? Анфиса. Подавай чай. Вам письмо, батюшка. Вершинин. Мне? Берет письмо. От дочери. Читает. Да, конечно, я... Извините, Мария Сергеевна, уйду потихоньку. Чаю не буду пить. Встает взволнованный. Вечно эти истории. Маша. Что такое? Не секрет? Вершинин. Тихо. Жена опять отравилась. Идти надо. Я пройду незаметно. Ужасно неприятно все это. Целует Маше руку. Милая моя, славная, хорошая женщина. Я здесь пройду потихоньку. Уходит. Анфиса. Куда ж он? А я чай подала. Эх, какой какой. Маша, рассердившись. Отстань. Предстаешь тут, покоя от тебя нет. Идет с чашкой к столу. Надоела ты мне, старая. Анфиса. Что ж ты обижаешься, милая? Голос Андрея. Анфиса. Дразнит. Анфиса. Сидит там. Уходит. Маша в зале у стола сердито. Дайте же мне сесть. Мешает на столе карты. Расселись тут с картами. Пейте чай. Ирина. Ты, Машка, злая. Маша. Раз я злая, не говорите со мной. Не трогайте меня. Чебутыкин. Смеясь. Хе-хе-хе. Не трогайте ее. Не трогайте. Маша. Вам 60 лет. А вы, как мальчишка, всегда городите черт знает что. Наташа вздыхает. Милая Маша. К чему употреблять в разговоре такие выражения? При твоей прекрасной дорожности в приличном светском обществе ты, я тебе прямо скажу, была бы просто очаровательна. Если бы не эти твои слова. Прошу извинить меня, Мари, но у вас несколько грубые манеры с французского. Тузенбах. Сдерживая смех. Дайте мне. Там кажется коньяк. Наташа. Проснулся. Кажется, мой Бобик уже не спит. Проснулся. Он у меня сегодня нездоров. Я пойду к нему, простите. Уходит. Ирина. А куда ушел Александр Игнатьевич? Маша. Домой. У него опять с женой что-то необычайное. Тузенбах. Идет к соленому в руках графинчик с коньяком. Все вы сидите одни, о чем-то думаете, и не поймешь, о чем. Ну, давайте, Мирица. Давайте выпьем коньяку. Пьют. Сегодня мне придется играть на пианино всю ночь. Вероятно, играть всякий вздор. Куда ни шло. Соленый. Почему, Мирица? Я с вами не ссорился. Всегда вы возбуждаете такое чувство, как будто между нами что-то произошло. У вас характер странный, надо сознаться. Соленый. Декламируя. Я странен. Не странен кто ж. Не сердись, Олега. А при чем тут Олега? Пауза. Когда я вдвоем с кем-нибудь, то ничего. Я как все. Но в обществе я уныл, застенчив. И говорю всякий вздор. Но все-таки я честей и благороднее очень, очень многих. И могу это доказать. Я часто сержусь на вас. Вы постоянно придираетесь ко мне, когда мы бываем в обществе. Но все же вы мне симпатичны почему-то. Куда ни шло. Напью сегодня. Увыпьем. Увыпьем. Пьют. Я против вас, барон, никогда ничего не имел. Но у меня характер Лермонтова. Тихо. Я даже немножко похож на Лермонтова. Как говорят. Достает из кармана флакон с духами и льет на руки. Тузенбах. Подаю в отставку. Баста. Пять лет все раздумывал и наконец решил. Буду работать. Соленый декламируя. Не сердись, Олега. Забудь мечтания свои. Пока не говорят, Андрей входит с книгой тихо и садится у свечи. Тузенбах. Буду работать. Чебутыкин. Идя в гостиную с Ириной. И угощение было то же настоящее. Кавказское. Суп с луком. А на жаркое чахарпа. Весное. Соленое. Черемша вовсе не мясо. А растение вроде нашего лука. Нет, ангел мой. Чахарпа не лук, а жаркое из баранины. А я вам говорю, черемша лук. А я вам говорю, чахарпа баранина. А я вам говорю, черемша лук. Что ж я буду с вами спорить? Вы никогда не были на Кавказе и не ели чахарпы. Не ел, потому что терпеть не могу. От черемши такой же запах, как от чеснока. Андрей умоляюще. Довольно, господа. Прошу вас. Тузенбах. Когда придут ряженые. Ирина. Обещали к девяти. Значит, сейчас. Тузенбах обнимается Андрея. Ах, вы сени мои, сени. Сени новые мои. Андрей пляшет и поет. Сени новые, кленовые. Чебутыкин пляшет. Решетчатые. Смех. Тузенбах целует Андрея. Черт возьми. Давайте выпьем, Андрюша. Давайте выпьем. На ты. И я с тобой, Андрюша, в Москву. В университет. Соленый. В какой? В Москве два университета. Андрей. В Москве один университет. А я вам говорю, два. Пускай хоть три. Тем лучше. В Москве два университета. Ропот и шиканер. В Москве два университета. Старый и новый. А если вам не угодно слушать, если мои слова раздражают вас, то я могу не говорить. Я даже могу уйти в другую комнату. Уходит в аду из дверей. Тузенбах. Браво. Браво. Смеется. Ха-ха-ха. Господа, начинайте. Я сажусь играть. Смешной этот Соленый. Садится за пианино и играет вальс. Маша танцует вальс одна. Барон пьян. Входит Наташа. Наташа Чебутыкину. Иван Романович. Говорит о чем-то Чебутыкину, потом тихо уходит. Чебутыкин трогает Тузенбаха за плечо и шепчет ему о чем-то. Ирина. Что такое? Нам пора уходить. Будьте здоровы. Тузенбах. Спокойной ночи. Пора уходить. Ирина. Позвольте. А ряженые? Андрей. Сконфужены. Ряженых не будет. Видишь ли, моя милая Наташа говорит, что Бобик не совсем здоров. И потому... Одним словом я не знаю. Мне решительно все равно. Ирина, пожимая плечами. Бобик нездоров. Маша. Где наша не пропадала? Гонит, стало быть, надо уходить. Ирине. Не Бобик болен, а она сама. Вот. Стучит пальцем по лбу. Мещанка. Андрей уходит в правую дверь к себе. Чебутыкин идет за ним. В зале прощаются. Федотик. Какая жалость. Я рассчитывал провести вечерок, но если болен ребеночек, то, конечно, я завтра принесу ему игрушек. Роде громко. Я сегодня на очереди выспался после обеда. Думал, что всю ночь буду танцевать. Ведь теперь только девять часов. Маша. Выйдем на улицу. Там потолкуем. Решим, что и как. Слышно. Прощайте. Будьте здоровы. Слышен веселый смех Тузенбаха. Все уходят. Анфиса и горничную убирают со стола. Тушат огни. Слышно, как поет нянька. Андрей в пальто, шляпе. И Чебутыкин тихо входит. Чебутыкин. Жениться я не успел, потому что жизнь промелькнула, как молния. Да и потому что безумно любил твою матушку, которая была замужем. Андрей. Жениться не нужно. Не нужно, потому что скучно. Чебутыкин. Так-то оно так. Да одиночество. Как там не философствуем, а одиночество страшная штука, голубчик мой. Хотя, в сущности, и, конечно, решительно все равно. Андрей. Пойдемте скорее. Что же спешить? Успеем? Я боюсь, жена бы не остановила. А сегодня я играть не стану, только так посижу. Не здоровиться. Что мне делать, Иван Романович, от одышки? Что спрашивать? Не бог ли, голубчик? Не знаю. Про нем кухней. Звонок. Потом опять звонок. Слышны голоса. Смех уходит. Ирина входит. Что там? Анфиса шепотом. Яженые. Звонок. Ирина. Скажи, нянечка, дома нет никого, пусть изменят. Анфиса уходит. Ирина в раздумье ходит по комнате. Она взволнована. Входит с Аленой. С Аленой в недоумении. Никого нет. А где же все? Ушли домой. Странно. Вы одни тут? Одна. Пауза. Прощайте. Дальше я вел себя недостаточно стерженно, не тактично. Но вы не такая, как все. Вы высоки и чисты. Вам видна правда. Только вы одна можете понять меня. Я люблю глубоко, бесконечно люблю. Прощайте. Уходите. Я не могу жить без вас, идя за ней. О, мое блаженство! Сквозь слезы. О, счастье! Роскошные, чудо, изумительные глаза, каких я не видел ни у одной женщины. Ирина холодно. Перестаньте, Василий Васильевич. Первый раз я говорю о любви к вам, и точно я не на земле, а на другой планете. Трет себе лоб. Ну, да все равно. Назильно мил не будешь, конечно. Но счастливых соперников у меня не должно быть. Не должно. Клянусь вам всем святым, соперника я убью. О, чудная! Наташа проходит со свечой. Наташа заглядывает в одну дверь, в другую и проходит мимо двери, ведущие в комнату мужа. Тут, Андрей, пусть читает. Вы простите, Василий Васильевич, и я не знала, что вы здесь, и я по-домашнему. Мне все равно. Прощайте. Уходит. Наташа. А ты устала, милая, бедная моя девочка. Целует Ирину. Ложилась бы спать пораньше. Ирина. Бобик спит? Спит, но неспокойно спит. Кстати, милая, я хотела бы сказать, да все, то тебя нет, то мне некогда. Бобику в теперешней детской мне кажется, холодно и сыро. А твоя комната такая хорошая для ребеночка. Милая, родная, переберись пока, Коля. Ирина. Не понимаю. Куда? Куда? Слышно, к дому подъезжает тройка с бубенчиками. Наташа, ты с Олей будешь в одной комнате, пока что, а твою комнату Бобику. Он такой милашка. Сегодня я говорю ему, Бобик, ты мой, мой. А он на меня смотрит своими глазеночками. Звонок. Должна быть Ольга. Как она поздно. Горничная подходит к Наташе и шепчет ей наука. Протопопов? Какой чудак? Приехал Протопопов, зовет меня покататься с ним на тройке. Смеется. Какие странные эти мужчины. Звонок. Кто-то там пришел. Поехать разве на четверть часика прокатиться? Горничный. Скажи сейчас. Звонок. Звонят. Там Ольга. Должна быть. Уходит. Горничный убегает. Ирина сидит, задумавшись. Входит Кулыгин. Ольга. За ним Вершинин. Кулыгин. Вот тебе и раз. А говорили, что у них будет вечер. Вершинин. Странно, я ушел недавно, полчаса назад. А ждали ряженых. Ирина. Все ушли. Кулыгин. И Маша ушла. Куда она ушла? А зачем брата Попов внизу ждет на тройке? Кого он ждет? Не задавайте вопросов. Я устала. Кулыгин. Ну-ка, по ризнице. Ольга. Совет только что кончился. Я замучилась. Наша начальница больна. Теперь я вместо нее. Голова. Голова болит. Голова. Садится. Андрей проиграл вчера в карте 200 рублей. Весь город говорит об этом. Кулыгин. Да, и я устал на совете. Садится. Вершинин. Жена моя сейчас вздумала попугать меня. Едва не отравилась. Все обошлось. И я рад. Отдыхаю теперь. Стало быть, надо уходить. Что ж, позвольте пожелать всего хорошего. Федор Ильич, поедемте со мной куда-нибудь. Я дома не могу оставаться. Совсем не могу. Поедемте. Устал. Не поеду. Встает. Устал. Жена домой пошла. Ирина. Должно быть. Кулыгин. Целует Ирине руку. Прощай. Завтра и послезавтра целый день отдыхать. Всего хорошего. Идет. Чаю очень хочется. Рассчитывал провести вечер в приятном обществе. И о фаляцем хоменум спем. О призрачная надежда людская. Латынь. Винительный падеж при восклицании. Вершинин. Значит, один поеду. Уходит с Кулыгином посвистываем. Ольга. Голова болит. Голова. Андрей проиграл. Весь город говорит. Пойду лягу. Идет. Завтра я свободна. О, Боже мой, как это приятно. Завтра свобода. Послезавтра свобода. Голова болит. Голова. Уходит. Ирина одна. Все ушли. Никого нет. На улице гармоника. Нянька поет песню. Наташа в шубе и шапке. Идет через залу. Зади гордишная. Через полчаса я буду дома. Только проедусь немножко. Уходит. Ирина, оставшись отда, тоскует. В Москву. В Москву. В Москву. Занавес. Конец второго действия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...